Я не знаю, что вам говорить. Через три минуты самая жестокая схватка за всю нашу профессиональную жизнь. Сегодня решится всё. Или мы снова команда, или ломаемся. Отдаём момент за моментом, и тогда конец. Мы в аду, джентльмены. Поверьте, мы можем смириться с этим, и пусть тогда нас... ...все вытирают ноги. Или же мы дадим бой и вырвемся, сражаясь и борясь. Я не могу это сделать за вас. Я старый. Я вижу ваши молодые лица и думаю, что сам я... ...сделал в жизни все глупости, какие только было можно. Я прогулял все свои деньги. Можете верить. Я разогнал всех, кто когда-то любил меня. А теперь мне лучше не смотреться в зеркало. С годами человек очень многое теряет, но это, это, это жизнь. И ты понимаешь это, когда теряешь. Ты понимаешь, что жизнь — это такая игра, где важен каждый тюйм. И в футболе так же. Потому что в играх и в жизни, и в футболе цена ошибки слишком велика. Ты сделал шаг чуть раньше или чуть позже, и у тебя не вышло. Поспешил или опоздал, на полсекунды и остался ни с чем. Эти дюймы нужны нам всегда. Это точно. Они в каждом игровом моменте. В любой минуте и секунде. И наша команда будет драться за них. Она будет драться за каждый дюйм. Мы не пожалеем ни себя, ни других в этой игре. Мы вцепимся в этот дюйм зубами. Вцепимся? Потому что мы знаем, сумма этих дюймов и есть разница между победой и поражением. Да, победа! Между жизнью и смертью. В драке побеждает тот, кто готов отдать жизнь за этот дюйм. Я знаю, во мне еще есть жизнь, потому что я готов драться и умереть за этот дюйм. Потому что это и есть жизнь. Шесть дюймов прямо перед тобой. Я не могу вас заставить! Вы лучше посмотрите на парня, который рядом. Посмотрите ему в глаза и увидите того, кто пройдет этот дюйм с вами. Кто пожертвует собой ради команды. Потому что знает, что каждый из вас, если нужно, сделает то же самое. Это и есть команда, господа. О, да! И мы либо победим всей командой, либо умрем поодиночке. Таков футбол. Вот и все. Ну, мы сделали выбор. Мы сделали выбор.